Слово предоставляется председателю исполкома, нашей организации, и потом советуется. Урага, выступая здесь перед вами, четкий пример привел, как национальное движение, имея малый ресурс, смог добиться очень большого. Тогда спрашивается, почему, если, имея огромные ресурсы, сегодня не может овладеть всей массой Крымстата. То есть вы прекрасно знаете, насколько их сегодня поддерживают. 20, но от силы 25% населения идут поддерживать здесь на любых выборах. То есть тут же вопрос возникает, в чем причина такого явления? Только деньгами, если мы не будем иметь идею, далеко не уедешь. Мы как раз, когда создавали организацию, над этим долго думали. И даже в некоторой степени побаивались, что взяв такое название, такое название белиферка, то есть преемниками как бы ста, как бы не опозориться перед народом и ничего не придумать. И вот благодаря усиленной работе аналитического центра мы создали стратегию «Крым в татар 21 век». Но почему-то здесь никто, мало кто обратил на это внимание. Вернее, ну, стратегии есть? Есть. Но глубоко изучив его, понять и осознать до мозгов костей, что это значит для нас, никто, мало кто обращает на это внимание. Ведь прежде чем его написать, оформить и создать брошюру, мы объехали весь Крым, и при этом не говорили, соберите только тех, которые ненавидят Межлис, а только к нам бы примыкали. Мы собирали всех, говорили даже ярых противников наших соберите, и мы готовы встретиться и поговорить о нашей стратегии. И те, которые приходили в Межлис, особенно яркий пример, это Буикулнар, где они сами потом признались, мы хотели вас побить. Побить, ну, имеется в виду не физически, а морально, раздавить и пух и прах разнести. И когда, там человек 15, наверное, да, было? Больше. Все, весь актив ЮКОЛЛАР собрался, то есть Октябрьск. И когда мы по полочкам изложили нашу стратегию, как построить государство к 40-му году, но если активно, по каким-то причинам, то есть не позднее 40-го года, а если благоприятные условия быть, мы можем и через 10-15 лет это сделать, они были настолько ошарашены, и председатель Межлиса, который нас действительно ненавидел, он говорит... Не питан на внешних чувствах. Они говорят, нам сказать нечего. Они настолько все разложили, что мы не знаем, и даже еще надо переварить, что они сказали нам. То есть настолько наша позиция была сильна, что она могла объединить всех. И вроде... Ну, конечно, я уже человеческий фактор тут не учитываю. Кто-то, конечно, как вы сказали, не будучи патриотом, он от этой стратегии будет уходить. Если вы помните, в самом начале, когда мы опубликовали, многие члены Межлиса даже... Да, это ерунда, да, это там фантазия, там всякие... Мы уничтожили все, что угодно, всякую чушь, но ни один из них не сказал, вот здесь неправильно, вот здесь не так надо делать, вот здесь вы ошибаетесь. Сегодня у нас 20% власти под ногами у нас валяется. Мы не можем это подобрать только потому, что у нас нет вот этой идеи каждого построить государство и как его построить. Мы ответили на этот вопрос. Если ядро сегодня какую-то определенную работу выполнило, если мы дальше только будем опираться на ядро, но на местах мы не будем это объяснять и осознать, что вот эта программа, стратегия наша будет работать, то мы опять на этом уровне и будем держаться, и выше не сможем подняться без всей массы на местах, которые должны поддерживать нас в нужные моменты. Наша задача в каждом селе создать организацию. Люди, которые бы хотели построить государство, именно государство. Мы яркий пример приводим всегда, вот вы говорите того, нет этого, нет, как там не дают. Не дадут нам. Это мы уже должны понять. Мы должны сами взять его. Взять, как мы построили, взяли земли, взять, как мы строили дома свои, и только так мы сможем построить свое государство. Поэтому у меня просьба ко всем организациям, которые на местах. Шаг за шагом надо сначала нам самим, может быть, провести липес, и собраться, и ответить, как мы вот смогли донести стратегию, самим научиться это делать, объяснить людям, в чем за суть нашей стратегии. Если мы это сможем понять и довести до каждого, то в 2015 году мы определенную часть власти возьмем в руки. И не малую часть, и не то там 4 человека, которые сидят депутатами, а намного больше сможем взять. И вот тогда только мы сможем строить и делать то, что мы хотим делать для народа. Продолжение следует...